Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Социалисты и коммунисты, бывшие президенты Дадон и Воронин, собираются начать в Республике Молдова движение против ПДС. На прошлой неделе эти двое заявили, что до конца года они проведут внеочередные конгрессы по СРМ и ПКРМ. Воронин признает, что не станет претендовать на еще один мандат главы партии. Дадон же молчит об этом, и некоторые аналитики не исключают, что эти два политформирования могут объединиться, чтобы поддержать политических левых, желающих взять реванш. Предполагают, что это было оговорено с агентом Путина по вопросам Республики Молдова казаком во время визита казака в Кишинев 11 августа. Ион Табырце, политический аналитик, считает, ПКРМ и ПСРМ – это родственные партии левого политического течения, и между ними есть лишь незначительные отличия. ПКРМ – это отечественная партия, в которой акцент делается на ностальгии по советскому прошлому. ПСРМ – это политический проект, запущенный внешними силами, и это объясняет выраженную пророссийскую идеологию этой партии. Поскольку ПКРМ не смогла политически модернизироваться, она постепенно потеряла свое влияние, и в политическом левом течении ее заменила более молодая версия – ПСРМ. Казалось, что постарев, ПКРМ постепенно исчезнет. С другой стороны, то, что ПСРМ стремительно лишалась рейтинга после проигрыша Игоря Дадона на президентских выборах в ноябре 2020 года, побудило социалистов обратиться за предвыборной помощью к ПКРМ, которую возглавлял Воронин. Между этими двумя партиями нет почти никакой разницы. Слияние ПКРМ и ПСРМ можно считать само собой разумеющимся. К тому же они уже входят в единую парламентскую фракцию. Слияние станет возможным, только если будет решен вопрос лидеров этих двух политформирований. То есть, если они перестанут быть главами партии. Воронин должен уйти из-за возраста, а Дадон – из-за испорченной репутации. После их ухода найдется новый руководитель, которого примет как ПКРМ, так и ПСРМ. В свою очередь, историк Анатолий Петренко указывает на то, что эти два пророссийских политформирования уже показали, что они вместе. Они создали предвыборный блок для парламентских выборов летом этого года. Поведение двух объявленных конгрессов практически одновременно дает понять, что они обдумывают идею объединиться. К тому же социалисты Дадона откололись от коммунистов Воронина, и когда-то они были вместе. Можно предположить, что Воронин уйдет с должности лидера партии, а вот Дадон – вряд ли. Дадон – другой человек, он не видит себя нигде, кроме руководящих должностей. Он раболепный и готов на все ради должности. Дадон захочет стать руководителем, промосковские левые ищут выходов. Чтобы взять реванш, удастся ли им это? Здесь есть большая проблема. Молдавское общество должно остановить этот маятник, колебающийся между проевропейскими правыми и прокремлевскими левыми. Политический аналитик Анатолий Церану отмечает, что слияние двух партий зависит от усмотрения этих партий. Стоит увидеть, как они будут вести себя до конгрессов, какие отношения будут у этих двух политформирований и какие интересы у их лидеров. У обеих партиях кризис. У ПКРМ нет ни единого шанса пройти в парламент самостоятельно, а имидж ПСРМ сильно испортился после того, как она проиграла на двух выборах и уступила власть. Обе они нуждаются в ребрендинге и изменении имиджа. Объединение может стать решением, но интересы руководителей могут идти против логики. У коммунистов нет лидеров, которые могли бы заменить Воронина. При слиянии получится политформирование с идеологией примитивного молдавинизма и с сильным олигархическим уклоном. Такая партия не будет подлинно левой, а скорее будет олигархической. Ее возглавит лидер, у которого будет много денег. Будет ли у нового политформирования шанс взять реванш и вернуться к власти? Этот шанс напрямую зависит от успеха или провала нынешнего правительства. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!